Прошедшие выходные выдались щедрыми на праздничные даты. Сразу несколько муниципалитетов республики отметили Дни города. Один из именинников – Канаш. В этом году ему исполнилось 90 лет. Утро здорового человека начинается с зарядки. Праздничная суббота для жителей Канаша не стала исключением. День города в этом году совпал с Днем физкультурника. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев поблагодарил всех, кто поддерживает здоровый образ жизни и сообщил приятную новость для приверженцев спорта. По договоренности с руководством района, с депутатами, Николай Федорович Гаврилов просил героя России, почетный гражданин Чувашской республики, чтобы мы выделили средства для того, чтобы реконструировать данный стадион с искусственным покрытием. Не пройдет даже несколько месяцев, вы получите новый современный стадион, как мы сделали в городе Чебоксары, в городе Шумерле, в вибрессиях и в ряде других муниципалитетов. Первыми участниками соревнований стали семьи. Многие решили проверить свои силы, но удача приходит к тем, кто регулярно уделяет время спорту. Стараемся поддерживать себя в хорошей физической форме, чтобы было крепкое здоровье у нас, у детей, самое главное. И поэтому стараемся участвовать в таких спортивных соревнованиях. Трудовые коллективы в честь Дня рождения города организовали массовое шествие по главной улице Канашам. Именно эти люди обеспечивают его стабильное развитие. В последние годы заработали несколько новых заводов, таких как «Девилей», «Аурат-СВ», «Спецвагон-Деталь», «Канмаш-ДСО». Глава администрации Людмила Иванова уверена, это только начало. И всем желаю удачного и успешного старта для достижения следующих результатов, побед, для того, чтобы город к очередному юбилею, к следующему юбилею, стал еще краше, еще лучше. Город Канаш прошел прекрасный такой значимый экзамен на уровне правительства Российской Федерации, выиграл конкурс по программе «Моногородов России». И практически сотни и сотни миллионов рублей получите в этом году. В следующем году поменяется коммуникация, инфраструктура. Благоустраиваться будут лучше дворовые территории, подъездные пути. Оснащаться будут дворы спортивными площадками. Активным гражданам, которые внесли свой вклад в развитие малой родины, вручили медали и благодарственные письма. Наталья Никольская, к примеру, стала инициатором организации муниципальной управляющей компании. В этом году много дворов были приведены в порядок, окрашены детские площадки. Мы немножечко сейчас именно такую активную позицию приняли, что, по крайней мере, город наш был краше, лучше, и наши дворы процветали. А всех канарцев я поздравляю с Днем Города. Еще одним подарком городу в его 90-летие стал сертификат на 10 миллионов рублей на софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного назначения. К своему 100-летнему юбилею Канаж может преобразиться до неузнаваемости. Праздничный эта суббота выдалась и в Шихазанах. Там в 463-й раз отметили День села. Сегодня к адропромышленному комплексу приковано пристальное внимание, отметил Михаил Игнатьев. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял болевые политические решения. И 6 августа текущего года вся та некачественная продукция, которая будет завозиться на рынок Российской Федерации, будет уничтожаться по всем тем принятым нормативно-правовым документам. Что мы должны сделать? Мы должны заполнять этот вакуум, этот рынок, чтобы на продовольственном рынке с точки зрения наличия продуктов питания не было дефицита. Вот я рассчитываю на вас, значит, на земледельцев, на селян, кто в свободное время занимается личным подсобным хозяйством. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика.